продолжаем работать с полами сегодня наконец-то дошли до душевой вот приехали csp панели точнее мы их сами привезли уже отрезали один кусочек будет два слоя они по 8 миллиметров шириной сейчас будем вырезать дырку под троп сливной поработали называется град пошел короче вот так ребят только начали пилить csp отпилили один кусок душевую и пошел дождь сначала град теперь дождь и судя потому что все это идет вот оттуда закончится это еще не скоро это печально вроде бы что-то просвечивает может быть повезет что работать надо надо баня стояла долго ждали материал csp вообще нигде не было купить не на складах не в магазинах вообще нигде не было и тут урвал короче 9 листов которые мне нужны из десяти которые завезли в магазин повезло мониторил интернет магазин постоянно смотрел в итоге сгонял забрал и и дождь рона до половины все перестал писать вариантов несколько можно делать и круглую выворачиваться делать круглую дырку а можно делать квадратную я думаю надо делать квадратную и не париться папа а 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 вот положили первый слой csp подрезали дырки то есть там где трап можно делать и квадратную дырку потому что здесь все равно будет сверху такая пластиковая пластинка одеваться под плитку ну вот так что это без проблем а вот тут где у нас подвод воздуха подпечь здесь уже максимально делали точно ну а почему чуть-чуть зазор есть потому что уже как-то одеть надо все равно наискосок ну поэтому так но это все потом все равно замажется что будет все хорошо ну и сейчас в перехлёст надо второй слой то есть мы не будем вот так устанавливать неудобно такими длинными работать вот начали выкладывать второй слой в принципе просто взяли целый лист он 270 длиной мы отпилили 205 и 125 шириной положили прям по факту отмерили с помощью уголка замерили сколько это расстояние было фактически нас получилось на с половиной сантиметров отмерили здесь приподняли отпилили прям по месту положили все сейчас второй лист у нас уже встанет прямо до конца но здесь надо будет чуть опять же по геморрое то есть обрезать под трубу красивенько кружочком и выпилить вот этот кусочек тоже это мы тоже по факту просто здесь от примените все и диаметр гофрированной трубки у нас 90 а мы делаем 100 мы делаем 100 с небольшим запасиком отмечаем на циркуле 35 это чтобы видно было получше когда пилишь устанавливаем сегодня от бортовочки будем делать вот эту вот ванночку отпилили кусок по самой длинной стене специально брали лист с запасом чтобы можно было пилить такие длинные куски разом и не из кусков как бы делать на два шурупа да мы закончили полы из цсп панелей сделали от бортовки следующим этапом значит надо делать гидроизоляцию я купил все что необходимо для гидроизоляции и уперся в то что дверей нету и коробки дверей нету порожка нету то есть голые проемы и соответственно когда я буду делать гидроизоляцию в места где у меня будут стоять двери мне не сделать такой хотя бы небольшую отбортовочку двери заказали двери будут готовиться два месяца ужас это просто я не знаю я их и с нуля делаю там выращивать деревья ну короче два месяца делать нечего сейчас там с поставками проблемы поэтому приходится ждать выход из этой ситуации следующий я подумал ну почему бы не сделать просто порожек повыше то есть из тех же цсп панелей благо у меня их осталось просто миллион одна целая вообще панель лишняя то есть я как-то прочитался почему я так прочитался потому что я хотел чтобы когда я буду делать отбортовки чтобы мне не надо было стыковать обрезки чтобы они у меня выходили целыми и я взял при запас еще одну панель цспшную и вот она таки осталась стоять ну ладно все равно в летнем домике мне надо будет ремонтировать на кухне полы там они подгнивают там все неправильно вообще когда-то делалось и поэтому все равно это все в дело уйдет кстати небольшой спойлер была куплена печь чугунная но о ней потом когда дойдем до нее тогда все и буду рассказывать из этих же обрезочков сделал значит в два слоя вот такие вот я нарезал штучки у меня получилось 90 с половиной проем и сами 10 с половиной шириной почему 10 с половиной то есть я их буду равнять по вот этой по вот этому вортику с этой и с той стороны а здесь они у меня получаются заподлицо со стенкой да еще кстати момент один что я здесь буду добавлять почему здесь оставлены такие зазоры то есть это как бы вент зазоры да он там обрешетка здесь будет обрешетка на стене все вентилировалось и здесь оставались такие зазоры потому что здесь будет и обрешетка еще и регипс в два слоя поэтому это все перекроется как бы с этим проблем нет но в местах где у меня проемы по двери надо было все таки подрезать все это дело как то чтобы было приблизительно вплотную но выход есть у меня также остались обрезки еще фанеры поэтому я вырежу здесь такие полоски благо здесь есть за что ухватиться на решетке и поставлю и там и там т.к. хокк звук 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok